Вопрос, Оша. Почему каждому хочется притворяться не тем, кто он на самом деле? Какая за этим стоит психология? Ответ. Это происходит потому, что каждого с самого детства осуждают. Все, что ребенок делает сам по себе, согласно собственным пристрастиям, неприемлемо. У людей толпы, среди которой растет ребенок, свои собственные идеи и идеалы. Ребенку приходится соответствовать этим идеям и идеалам. Ребенок беспомощен. Ты никогда об этом не думал? Человеческий ребенок – самый беспомощный ребенок во всем животном царстве. Все животные могут выжить без поддержки родителей и толпы. Но человеческий ребенок выжить не может. Он тут же умрет. Это самое беспомощное существо в мире. Оно так уязвимо для смерти. Так хрупко. Естественно, те, кто наделен властью, способны отлить этого ребенка в любую форму, какую захотят. И каждый становится тем, кем теперь стал вопреки самому себе. Вот какая психология стоит за тем фактом, что каждому хочется притворяться не тем, кто он есть на самом деле. Каждый оказывается в шизофреническом состоянии. Людям никогда не позволяют быть собой. Их принуждают быть кем-то другим, а в этом чужеродном для них бытии их собственная природа не позволяет им быть счастливыми. И таким образом, по мере того, как ребенок вырастает и становится на ноги, он начинает изображать многие вещи, которые хотел бы на самом деле иметь в своем существе. Но в этом ненормальном мире каждого уводят прочь от себя. Каждый человек оказывается переделанным в кого-то другого. Он не такой и знает это сам. Все знают, что их заставили. Стать доктором, стать инженером, стать политиком, стать преступником, стать нищим. Действует множество разных сил. В Бомбее, в Индии, есть некий бизнес, который состоит в том, чтобы похищать детей и делать их калеками, слепыми, хромыми, заставлять просить милостыню и каждый вечер приносить все деньги, которые они собрали. Да, им дают еду, им дают кров. Их используют как товар. С ними обращаются не как с человеческими существами. Это крайний случай, но то же самое происходит в большей или меньшей мере с каждым. Никто не расслаблен в самом себе. В этом мире есть только одно счастье. И это счастье быть собой. И поскольку никто не может быть собой, все пытаются так или иначе скрыться. За масками, притворством, лицемерием. Все стыдятся того, кто они такие. Мы превратили мир в рыночную площадь, тогда как он мог быть прекрасным садом, где каждому позволено расцвести собственными цветами. Мы вынуждаем маргаритке расцветать розами. А откуда у маргариток возьмутся розы? Эти розы будут пластмассовыми. И вследая святых своего сердца, маргаритка будет плакать слезами стыда. Мне не хватило храбрости, чтобы восстать против толпы. Мне навязали пластмассовые цветы, тогда как у меня есть собственные, настоящие, ради которых течет моя кровь. Но я не могу показать своих настоящих цветов. Вас научили всему, кроме того, чтобы быть собой. Та самая, уродливая из всех возможных форма общества. Потому что она делает каждого несчастным. Быть не теми, кто вы есть на самом деле. Быть не с теми, с кем хотите. Делать не то, что хотите. Все эти вещи лежат в основе всего вашего страдания. И с одной стороны, обществу удалось сделать каждого несчастным. А с другой стороны, то же самое общество ожидает, чтобы вы никак не проявляли своего несчастья. По крайней мере, на людях, в открытую. Это ваше личное дело. Несчастье создало само же общество. На самом деле, это дело общественное, не личное. Та же самая толпа, создавшая все причины вашего несчастья, в конце концов, вам говорит. Если ты несчастлив, это твое дело. Но когда ты на людях, улыбайся. Не показывай другим несчастного лица. Это называют этикетом, манерами, культурой. Это лицемерие в самой своей основе. И пока человек не принимает решение, чего бы это ни стоило, я просто хочу быть собой. Пусть меня осудят, пусть меня не примут, пусть я лишусь респектабельности. Что угодно, но только я больше не могу притворяться не тем, кто я такой. Это решение и манифест, манифест свободы, свободы от тяжести толпы, рождает твое естественное существо, твою индивидуальность. Тогда тебе не нужно никакой маски. Тогда ты можешь просто быть собой, точно таким, как есть. Вопрос. Как мне быть собой? Ответ. Это должно быть самым легким в мире делом, но это не так. Чтобы быть собой, человеку не нужно ничего. Он уже есть он сам. Кем еще ты можешь быть? Как ты можешь быть кем-то другим? Ну, я понимаю эту проблему. Проблема возникает из-за того, что общество развращает каждого. Оно развращает ум, существо. Оно что-то тебе навязывает, и ты теряешь контакт с собой. Оно пытается сделать из тебя кого-то другого, кем тебе быть, не предназначено. Оно уводит тебя прочь от твоего центра. Оно оттаскивает тебя прочь от самого себя. Оно учит тебя быть похожим на Христа или Будду, быть таким-то и таким-то. Оно никогда не говорит тебе быть собой. Оно никогда не позволяет тебе свободы быть собой. Оно навязывает твоему уму чужеродные образы. Тогда возникает эта проблема. Самое большее ты можешь притворяться, но притворяясь ты никогда не испытываешь удовлетворенности. Ты всегда хочешь быть собой, это естественно. А общество этого не позволяет. Оно хочет, чтобы ты был кем-то другим. Оно хочет, чтобы ты был фальшивым. Оно не хочет, чтобы ты был настоящим, потому что настоящие люди опасны. Настоящие люди бунтари. Настоящих людей не так легко контролировать, их не так легко заставить стать в строй. Настоящие люди проживают собственную реальность по-своему. Они делают свое дело. Они не беспокоятся о других вещах. Их нельзя принести в жертву во имя религии, во имя государства, нации, расы. Невозможно их вовлечь ни в какое жертвование. Настоящие люди всегда идут за собственным счастьем. Их счастье предельное. Они не готовы жертвовать им ни для чего другого. Именно в этом проблема. И общество уводит прочь от себя каждого ребенка. Оно учит ребенка быть кем-то другим. И мало-помалу ребенок перенимает уловки притворства, лицемерие. И однажды, в этом вся ирония, то же самое общество начинает тебя об этом спрашивать. Начинает говорить, что с тобой случилось, почему ты несчастлив, почему ты выглядишь подавленным, почему тебе грустно. И тогда в действие вступают священники. Сначала они тебя развращают, уводят прочь от пути счастья, потому что возможно только одно счастье. И это счастье быть собой. А затем приходят к тебе и спрашивают, почему ты несчастлив, почему ты несчастен. И затем они учат тебя, как стать счастливым. Сначала они делают тебя больным, потом продают лекарства. Это великий заговор. Я слышал. Миниатюрная еврейская дама садится в самолет рядом с огромным норвежцем. Она все смотрит и смотрит на него. В конце концов она поворачивается к нему и говорит. Извините, а вы не еврей? Нет, отвечает он. Проходит несколько минут, она снова смотрит на него и спрашивает. Мне это можно сказать смело. Вы ведь еврей, правда? Безусловно, нет, отвечает он. Она продолжает изучать его и говорит снова. А мне сразу стало ясно, что вы еврей. Чтобы она наконец от него отвязалась, норвежец отвечает. Ладно, я еврей. Она смотрит на него, покачивая головой и говорит. А ведь совсем не похоже. Именно так все и происходит. Ты спрашиваешь, как мне быть собой? Просто отбрось притворство. Отбрось этот позыв быть кем-то другим. Отбрось всякое желание быть похожим на Христа, Будду. Быть похожим на соседа. Отбрось соревнования и сравнения, и ты будешь собой. Соревнования – это яд. Ты всегда думаешь в терминах того, как дела у соседа. У него большой дом, большая машина, и ты несчастен. У него красивая женщина, и ты несчастен. Он взбирается по лестнице власти и политики, и ты несчастен. Сравнивай, и ты будешь подорожать. Если ты будешь сравнивать себя с богатыми людьми, то начнешь бежать в том же направлении. Если ты будешь сравнивать себя с учеными людьми, то начнешь накапливать знания. Если ты станешь сравнивать себя с так называемыми святыми, то начнешь накапливать добродетель и останешься подорожателем. А быть подорожателем – значит упускать всякую возможность быть собой. Отбрось сравнение. Ты уникален. Никто другой не похож на тебя. Никогда не было никого похожего на тебя. И никто никогда не будет на тебя похож. Ты просто уникален. И когда я говорю, что ты уникален, я не говорю, что ты лучше других, помни. Я просто говорю, что другие тоже уникальны. Быть уникальным – обычное качество каждого существа. Быть уникальным – это не сравнение. Быть уникальным – так же естественно, как и дышать. Каждый дышит. Каждый уникален. Пока ты жив, ты уникален. Только трупы похожи друг на друга. Живые люди уникальны. Они никогда не подобны друг другу. И не могут быть подобными. Жизнь никогда не следует никакому повторяющемуся курсу. Существование никогда не повторяется. Оно продолжает петь каждый день новую песню. Каждый день рисуешь что-то новое. Почитай собственную уникальность. Отбрось сравнение. Сравнение – виновник всех бед. Однажды ты начинаешь сравнивать, и этому нет конца. Ни с кем себя не сравнивай. Другой человек не ты, ты не другой. Оставь других в покое и расслабься в своем существе. Начни наслаждаться тем, кто ты такой, кем бы ты ни был. Радуйся мгновением, доступным для тебя. Сравнение вносит будущее. Сравнение вносит амбиции. Сравнение вносит насилие. Ты начинаешь бороться, сражаться, становишься враждебным. Жизнь – не что-то похожее на товар. Счастье – не что-то похожее на товар. Такое, что если он есть у других, то нет у тебя. Если счастье есть у других, как оно может быть у меня? Счастье – это совершенно не товар. Ты можешь его иметь сколько хочешь. Это зависит только от тебя. Да, никто в нем не конкурирует, и никто тебе не соперник. Точно так же, как сад красив, ты можешь смотреть и восхищаться им. Кто-то другой может смотреть и восхищаться. Если кто-то другой восхищается садом и говорит, что он красивый, это не мешает делать то же самое тебе. Другой не эксплуатирует тебя. Сад не становится меньше от того, что им восхищается другой человек. Если кто-то другой поражен его красотой, сад не становится меньше. Фактически сад становится еще более красивым, потому что им восхитился кто-то другой. И этот человек придал саду новое измерение. Люди, которые счастливы, фактически добавляют к существованию некое качество. Просто будучи счастливыми, они создают вибрацию счастья. Вы сможете восхищаться миром тем больше, чем больше людей будут счастливыми. Не думайте в терминах соревнования. Не бывает так, что если другие люди счастливы, ты не можешь быть счастливым. Поэтому ты должен наброситься на них и вырвать у них счастье. Должен соревноваться. Помни, если люди несчастливы, быть счастливым тебе будет очень трудно. Счастье доступно для всех. Счастье всегда доступно для каждого. Стоит только раскрыть к нему сердце. Человек счастлив не потому, что чего-то достиг. Счастье не похоже на политический чин. Один человек стал президентом в стране, и теперь кто угодно не может быть президентом. Это правда. Но если один человек становится просветленным, это не мешает стать просветленным никому другому. Фактически это помогает. Благодаря тому, что стал просветленным Будда, легче стать просветленным стало тебе. Благодаря тому, что стал просветленным Христос, это стало легче для тебя. Кто-то прошел по этому пути. Остались следы. Этот человек оставил тебе тонкие намеки. Тебе идти будет легче. У тебя будет больше уверенности. Меньше колебаний. Вся земля может стать просветленной. Все и каждое существо может быть просветленным. Но не все могут быть президентами. В одной отдельно взятой стране миллионы людей, только один человек может стать президентом. Конечно, это дело соревнования. Но сотни миллионов людей могут стать просветленными, без всяких проблем. Все, что трансцендентно, лишено соревнования. А твое существо трансцендентно. Просто расставь все по местам. Общество затуманило тебе голову. Оно научило тебя соревновательному образу жизни. Общество – это амбиции. Медитативность, осознанность лишены амбиций. А когда ты лишен амбиций, лишь тогда ты можешь быть собой. Это просто.